всем привет я думаю что большинство хотели поставить свою игру курсор данном случае существует два вида курсора это hardware и software в первом сегодняшнем видео я расскажу о hardware курса так здесь у меня будет менюшка вот такого вида до формата просто обычный стандарт локация меню на котором будет запускаться естественно наш виджет с показом мышки теперь давайте зайдем настройки это project settings и здесь во вкладочке engine точнее да если внутри посмотреть юзер интерфейс есть здесь есть у нас hardware курсор и software курса здесь первые мы сейчас рассмотрим давайте добавим откроем полностью список и как видите здесь есть у нас выпадающий список это виды курсора данном случае мы будем выбирать default это тот курсор который будет у вас постоянно почти это везде запущенный так скажем в любом окне текст едет это когда вы редактируете текст ну и так далее то есть здесь большое описание каждому надо делать и я большинство не знаю к чему они относятся но это лучше конечно загуглить по этим наименованием мы выбрали дефолт который будет у нас постоянно и здесь у нас current path точнее мы должны ввести папку где он будет находиться курсор давайте создадим эту папочку от папки контент точнее где у нас все находится мы создадим новым давайте ее назовем курсор окей заходим в нее по сути нам необходимо закинуть сюда сам курсор мы открываем show in explorer эту папочку и мы попадаем внутри ее самой операционной системе и теперь нам нужен сам курсор который мы сюда закинем вот у меня есть парочку курсоров 1 2 3 для того чтобы мы хотя бы их смотрели определили давайте откроем вообще создание этого курсора я это делал фотошопе здесь у нас просит импорт для hardware курсор импорт по сути нам не нужен если вы но если вы не хотите эти изображения получить в игре то есть для того чтобы виджете где-то показать как именно как картинку тогда вам надо доделать импорт я не буду делать то есть если мы зайдем сюда в папочку у нас здесь ничего не будет потому что мы не сделали импорт тех закинутых изображений которые мы закинули в самую папку в операционной системе и для того чтобы они вообще у нас появились то есть мы должны по сути папочку курсор прописать вот сюда да папочка курсор и указать сам файл который является самим курсором данном случае это курсор 1 давайте начнем с него ход спот эта штука является той центральной точкой где у вас начало указателя если конкретнее мы сейчас посмотрим смотрите здесь вот такой вот курсор давайте и центральный указатель по сути у этого курсора у нас будет стоять так сейчас секунду красный цвет да вот вот это место то есть это не является 0 0 то есть 0 0 находится вот здесь нам нужно как раз таки вот ход спот сдвинуть вот на эти значения но если так следить то есть для примерно это для этого курсора но это у нас совсем 3 1 у нас вот такой мы его сейчас сразу на нулях и запустим потому что . по сути у нас является начало 0 0 и давайте посмотрим и мы когда запустили у нас уже курсор сразу работает и как видите да у нас начало мяча является начало указания если же мы поставим давайте выставим курсор 3 там у него начало не совсем с нуля вот то есть мы даже не прикасаемся необходимой точкой а уже кнопка активируется для этого надо сместить по иксу право то есть это где-то 0,19 здесь идет от 0 до 1 и по у ну где-то примерно такое же такое же значение давайте проверим и мы как раз таки попадаем на нашу начальную точку так ну вот вверх немножко не так то есть соответственно по у игреку мы ошиблись здесь 0,21 возможно да примерно где-то так ну здесь я чуть-чуть переборщил скорее всего 0,20 то есть но здесь вот так вот надо будет поиграться посмотреть нормальное значение но это здесь тоже слишком много не в ту сторону кручу 0,17 предположительно да все правильно 0,17 даже 0,16 скорее всего но если мы закомпилируем проект таком состоянии эти курсоры там не появятся для этого необходимо также в project settings найти папочку точнее вкладочку пакеди пакеди и здесь есть выпадающий список advanced вот его открываем но там в середине да и мы должны вот здесь найти additional not asset direction to package то есть мы здесь должны указать ту папку которой не является в которой нету ассетов в данном случае там нету ассетов ну и там есть как раз таки наши курсоры и папочка у нас является как раз таки компилируемый в пак проект и если мы это запакуем то есть сделаем package project мы сейчас быстренько закомпилируем и появится насчет каких файлов необходимо кидать в эти курсоры для windows это они далее у нас кур и пнг для macOS это они тиф и пнг для linux это пнг то есть как вы понимаете лучше всего кидать пнг то есть если вдруг вы будете делать под разные виды операционных систем естественно пнг будет решающим так мы открываем закомпилированный проект и как видите у нас как раз таки третий курсор который мы указали и он у нас показывается теперь теперь давайте еще раз пройдем user interface допустим если вы хотите несколько курсоров на дефолт несколько курсоров не получится поставить вот даже он немножко ругается допустим текст едитор бим да вы хотите поставить другой курсор я копирую просто изменяю и допустим курсор 2 хочу поставить с нулями это на редактирование нашего текстового какого-то вида а мы его поставим сейчас текст бокс компайл запускаем и как видите когда я уже подношу тексту где ввожу текст у нас появляется второй курсор который мы как раз таки сейчас только и поставили вот такая вот история надеюсь вам это понравилось а следующем видео мы разберем уже software курсор до скорой встречи всем пока 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 пока